В Югре начался осенний призыв. В общей сложности до конца декабря служить в войска отправятся почти 2000 человек. Об этом говорили на заседании окружной призывной комиссии. Уже известно, что будущие солдаты отправятся в сухопутные войска, военно-морской флот, ВДВ, военно-космические силы и ракетные войска специального назначения. Кроме того, часть призывников попадут в так называемый президентский полк. Губернатор попросила уделить особое внимание соблюдению санитарной безопасности в муниципальных призывных пунктах. Так, во время осеннего призыва каждого югорчанина обеспечивали масками и перчатками, а помещение регулярно дезинфицировали. Я прошу вас лично организовывать обеспеченность военных комиссариатов городских на кругу муниципальных районов необходимым объемом. И наименований дезинфицирующих и защитных средств аппаратами по дезинфекции воздуха и прочим оборудованием и средствами, которые предусмотрены для борьбы с коронавирусом. За пять лет доля ветхого жилья в Коголыме снизилась на треть. Глава города Николай Пальчиков рассказал об итогах социально-экономического развития города. С 2015 года в муниципалитете снесли 60 ветхих многоквартирников. 429 семей получили благоустроенное жилье. За это время в эксплуатацию ввели 44 жилых дома. Их общая площадь более 60 тысяч квадратных метров. В том числе более 4,5 тысяч квадратов индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время на территории города ведутся работы по строительству многоквартирных жилых домов на 8 строительных площадках. Также глава муниципалитета отметил, что за пять лет в городе благоустроено 19 мест общего пользования. Среди важных для югорчан объектов пляж 60-й параллели. Планируется, что проект будет развиваться. Сейчас идет поиск инвесторов, которые будут его содержать набережную. В Югре готовы к операциям по пересадке сердца. Такое заключение сделали врачи Московского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. В центре ежегодно проводят около 200 таких операций. В отделении разработана оригинальная хирургическая тактика имплантации. По мнению столичных специалистов, материально-техническая база и коллектив ОКБ Ханты-Мансийска позволят успешно приступить к осуществлению трансплантации сердца. Отмечу, формировать концепцию донорства органов в Югре начали 6 лет назад. А операции по пересадке почки стали делать в 2015 году. Через два года Ханты-Мансийскую ОКБ включили в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов. Сегодня на счету югорских специалистов десятки операций по пересадке почки, успешные операции по трансплантации печени. Все лечение пациенты получают за счет федерального и окружного бюджетов. Эту медицинскую услугу ждут сегодня сотни югорчан. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно из приоритетных направлений национального проекта здравоохранения. Ежедневно к врачам-кардиологам обращаются десятки югорчан. В год только в Сургутском центре имплантируют до 400 кардиостимуляторов и кардиоверторов. Однако заболевание сердца и жизни с сердечным имплантом не приговор. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал главный аритмолог Югры Илья Силин. Он с коллегами регулярно ездит по округу, принимает пациентов, проводит диагностику и назначает лечение. Кому-то в буквальном смысле спасает жизнь. Кардиостимулятор именно предназначен для того, чтобы человека вернуть к обычной жизни. То есть в настоящее время современные устройства, они практически никак не ограничивают жизнедеятельность человека. И он может возвращаться к привычному образу жизни, который он вел до операции. Кардиостимуляторы – уникальные электронные сердца. Как они работают и как их чинят? Ответы на эти вопросы в программе «Больше чем новости». Она выйдет в эфир в субботу, 3 октября в 18.15. В Югре за сутки зарегистрировали 153 новых случая коронавируса. Положительные результаты тестов у жителей 18 муниципалитетов. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Ханты-Мансийске. Здесь ковидом заболели 40 человек. В Сургуте – 29, в Радужном – 13, в Урае – 12. В остальных муниципалитетах количество заболевших меньше 10. Коэффициент распространения инфекции на данный момент равен единице. Отмечу, что за сутки в округе выздоровели 60 человек. А за весь период пандемии вылечились 21 253 югорчанина. Сегодня утром в Сургуте в аварии погиб мотоциклист. Недалеко от кольца на Гресс столкнулись газель, которая двигалась от кольцевой развязки налево. В этот момент произошел удар с мотоциклом. Байкера пытались реанимировать прибывшие на место медики. Однако мужчина скончался в карете скорой помощи. Некоторое время движение на этом участке дороги было перекрыто. Сургутские байкеры уже выражают соболезнования семье погибшего в социальных сетях. Известно, что мужчина увлекался мотоспортом долгое время. За прошедшие сутки на дорогах Югры задержались 7 пьяных водителей. Двое из них сели за руль под градусом уже во второй раз. Еще 32 человека привлекли к ответственности за выезд на встречку. Одним из самых частых остается нарушение правил перевозки юных югорчан. Отмечу, с начала года больше 2000 водителей в округе пренебрегли безопасностью своих детей. Хозяину незаконного пункта приема черных металлов может грозить до 5 лет лишения свободы. Предприниматель без соответствующей лицензии организовал в промышленном районе Коголыма свой пункт приема. Заготавливал, хранил, перерабатывал и реализовывал лом черных металлов в течение 5 лет. Незаконный доход за это время составил около 9 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд. Коммерсанту грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом. В Сургуте составляют реестр межквартальных проездов, которым требуется ремонт. В следующем году власти города планируют отремонтировать большую их часть. В течение двух лет эксперты обновляли план межевания города. В результате части придомовых территорий отошла введение администрации. То есть их реконструкция ляжет на плечи муниципалитета. Напомню, этим летом в Сургуте отремонтировали 11 придомовых территорий и несколько межквартальных проездов, ведущих к социальным учреждениям. В общей сложности на эти цели было выделено более 80 миллионов рублей. Планы на следующий год увеличить число таких зон до полусотни. Власти Сургута намерены выходить с этим вопросом на окружное правительство. Главное начать. То есть у нас не было госпрограммы по быстросвознению спортивным сооружениям. Мы эту программу инициировали, предложили, защитили и программа в округе появилась. Конечно, мы очень рассчитываем на поддержку нашего губернатора Наталья Альбина Комаровой и окружного правительства. В нефтьюганске на городской набережной появилась рябиновая аллея. Ее посадили молодые специалисты нефтедобывающей компании. В этом году ряды нефтяников пополнили больше сотни человек. На новой аллее столько же саженцев. Нефтяники надеются, что посадка деревьев может превратиться в хорошую традицию. Кроме того, они берут на себя обязательство ухаживать за аллеей, поливать и подкармливать удоврениями, а также следить за чистотой вокруг. К слову, уборку хотели устроить и в этот раз, но на набережной мусора не нашли. Поэтому спустились к реке и все же собрали три десятка мешков выброшенного кем-то стекла и пластика. Тут память. Потом будем проходить с детками, показывать, что когда-то в далеком 2020 году мы с ребятами сажали вот эти деревья. Это очень приятно. Я как мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Дерево, как видите, я уже практически посадил. Хоккейный клуб Югра проведет домашнюю серию игр. К сожалению, первые домашние матчи пройдут без зрителей. Следить за ледовыми баталиями поможет трансляция на телеканале Югра. Первый матч команды под руководством Вадима Япончинцева можно будет увидеть уже 3 октября в 13.00. На льду арены Югра хозяева примут ладу из Тольятти. Продолжение следует...